Тема насчет «Зачем я пою?». Честно говоря, мне кажется, что у каждого человека был хороший вопрос задан хомяком. «Сколько лет Паша этим занимается?». Мне кажется, что действительно, когда все это дело начинаешь заниматься, много-много лет вопрос «Зачем мне встает?». Просто играешь и все. Он появляется уже, когда появляется некий опыт, когда ты сталкиваешься с реальностью. Уходишь на улицу, а там он все так мельтешит, быстро мелькает. Я еще вспомнил, что у нас такая была предтеча с концерта «Разговоры на кухне шоколадной фабрики». У нас еще был разговор, тогда еще в «Факеле», на тему идти ли навстречу слушателю, или, наоборот, стремится слушать или под себя как-то настроить. Короче говоря, я являюсь сторонником как раз обратной позиции, чем у Игоря, прозвучавшей, что надо не под мир подстраиваться, а как бы чуть-чуть мир менять под себя. Я очень рад, что у нас сегодня… Вот Паша что-то переживал, что могут быть столкновения каких-то позиций, но мне кажется, хорошо. С другой стороны, Паша говорил, что должен быть какой-то нерв. Мне кажется, хорошо, когда сталкиваются разные позиции, потому что в наше время замечательный интернет. Я, например, очень рад тому, что есть интернет. Вот. Потому что мы имеем возможность найти вот абсолютно все, что угодно. И вдруг оказывается, что проблема выбора, она становится такой самой важной и глобальной. То есть вот что выбрать – пойти сюда, выйти вот за дверь, остаться, меня послушать, пойти на улицу или еще на какой-то концерт, дома посидеть. Да. Сегодня я выбирал из трех мероприятий. Вот. Я хотел пойти на трех. Вот. Это только андеграунд. Да. Это только андеграунд. А таких выборов у нас куча. И почему же вот слушатель должен выбрать нас? Вот вопрос состоит именно в этом. Зачем? Зачем я пою? И поэтому я для себя на этот вопрос отвечаю, что я хочу прилагать некие, ну, свое видение, какую-то свою позицию. И если у человека есть свое лицо, своя позиция, свое какое-то творчество, которое не сливается с толпой, для меня этот человек интересен. И я понимаю, что мне интересны именно такие люди, которые есть своя позиция, какую-то вот свою яркую личность. Именно этих людей я, допустим, понял, что мне интересно слушать, и ради этих людей можно что-то делать, прежде всего. Вот. Отсюда появилось, как бы, ну, вот так вот, опять же, поскольку, наблюдая, жизнь нас часто подталкивает, подсказывает, остается только эти подсказки как-то использовать. И так получилось, что вот я с самого начала своей деятельности стал делать не сольный концерт, а сборный. Вот. Вот так вот получилось. И как-то это все пошло, и для меня всегда это было естественным. То есть я всегда не только сам играл, поскольку, может быть, я был не самым лучшим автором, но мне всегда было интересно кого-то послушать другого. Вот. Этот выбор, и постепенно я как-то учился выбирать. То есть вот, вот почему мне нравится это, а почему вот это не нравится. И мне кажется, что в наше время очень вот этот, чем, в чем есть, допустим, радость нашего времени, радость интернета, то, что есть огромный поле выбора. Но вот это умение выбирать, оно, к сожалению, по моим наблюдениям достаточно сильно атрофируется у людей. Вот. Потому что если мы включим телевизор, в котором уже была песня, то там люди же выбирают телевизор, да? И если бы они не выбирали, там на этом ничего бы не было. Вот. Если бы они выбирали что-то другое, как мы сейчас вспоминаем про то, что поезд ушел, последний вагон догоняем, но так люди это выбирали. Вот. И мне кажется, что, пускай поезд уходит, действительно, там самолет улетает. Вот. Но если человек знает, куда он идет, знает, зачем он идет, знает, почему он идет, то в конце концов он может такой выстроить дорогу и для себя, и открыть ее для других. Вот. И тем, с кем по пути, ну, замечательно. Вот. То есть, вот я, например, стремлюсь приложить некий путь. Вот. И найти попутчиков, с которыми по пути. То есть, допустим, те авторы, которые в итоге вот попадают на концерты «Даша Содрожница», надеюсь, что все знают, что «Даша Содрожница» — это Дмитрий Стадионный. Вот. Как все уже давно поняли, да? Что это никакое не объединение единомышленников ни в коем случае. Это ни в коем случае не какие-то вот сообщества людей, которые друг друга поддерживают. Это все и Дмитрий Стадионный, который всех заставляет что-то делать ради собственных альбиций. Вот. Это была шутка. Ну, на сегодня случай. Я сегодня больше хотел как раз говорить о том, что я встречаю очень много непринимания, прежде всего, со стороны авторов. Они часто на что-то обижаются, не понимая в чем. То есть, я на самом деле столкнулся с тем, что нашел некую золотую желудку, которой все время хочу поделиться. Вот. Ну, не нужно людям золото, да? Вот. Не нужен был никому биткоин. Сейчас всем вдруг стал нужен. Вот. Вот нашел я биткоин, сейчас он не ценится. Вот. Нашел я золото, сейчас он не ценится. Вот. Но мы рассуждаем в категориях мира сего, вот, который за окном. Вот. А я столкнулся еще с тем, опять же, путем творчества, через творчество, что, ну, вот, опять же, про выбор, да? Вот. Я понимал, почему эта песня мне нравится, а вот эта не нравится, допустим. Вот. Человек талантливый. Вот. А что-то вот мне не нравится. А другой человек, вот, может, он поет плохо, да? Играет плохо. Но вот то, что он поет, мне близко нравится. Я стал понимать, что вот те песни, которые, может быть, сыграны плохо, но за которыми что-то есть, некая реальность, которая открывается. То есть, опять же, это все сочетается с личностью человека, с автора. Мне это творчество близко. То есть, для меня важно дверь, которая открывается за каждой песней. Окно, которое открывается. Как говорит, ну, пела Сивысоцкая, замечательная песня, потому что коридоры кончаются стенкой. Вот, если там коридор в песне, который кончается стенкой, то это попса. Вот. Я так определяю. То есть, вот это все замечательно. Вот, идешь там, все поешь вместе, там, все хорошо, там, народные песни, народный джаз, рок, вот. Но потом ты убираешься в стенку. Ну, и зачем? Вот. Мне зачем. А если тоннель, и он выводит на свет, тогда в этом есть смысл лично для меня. Но это, опять же, моя позиция, которую я хотел сказать. И поэтому даже с удружеством, ну, вот я, как инициатор, всегда стремился найти людей, которые выводят через тоннель все-таки на свет. Это могут быть разные пути. Вот. И для меня ценность именно в том, что эти люди все разные. То есть, у них есть какое-то свое видение, они по-разному все это видят. Они друг на друга не похожи, но в чем-то в одном, вот в этом тоннельности, такой прорывности. Вот. Они все-таки схожи. Я надеюсь, что за сегодняшний вечер мы в этом еще раз убедимся. Вот. А сейчас я наобно спою песню, в которой... Я долго думал, что же петь. Очень сложно. Я, во-первых, обнаружил песню, в которой я чуть-чуть разговариваю и с Пашей, и с Игорем. Но кто знает их творчество, он, надеюсь, услышит эти переключки. Но они какие-то здесь случайные, какие-то намеренные. Едва касаясь крыш, как будто бы ты спишь, пушисто, снежно тишь, уходишь, не грустишь. Над плоскостью домов, провалами дворов, где мусорные баки, сирены и собаки. И шумный блеск витрин, зеркалит падший мир. Рекламные огни, колей досков картин. Там улица, лабиринт, и ты идёшь один, в потоке костных спин, как странник или грим. Где зимуют дожди? Где зимуют дожди? Спой, нарисуй, расскажи. Где зимуют дожди? Где зимуют дожди? Мир не последний волшебный. Где ни любви, ни вражды? Другим открой, покажи. И где не ждут подожди? Где настоящая жизнь? И где зимуют дожди? 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 Жди меня, жди. Кривые зеркала Пыль мутного стекла Коварная игра Далече от добра Ты видел не во сне Весь мир лежит во зле А солнце светит всем Живущим на земле Как будто в кинофильме В обратной перспективе Бегнёт, как поезд мимо В ускоренном решиме Что было и прошло Всё набило и вновь Без миллиона слов Оставив лишь одно Где зимуют дожди? Спальное судно скажи Где зимуют дожди? Где зимуют дожди? Где зимуют дожди? Мир не во сне и ловши Где не любви и не вражды? Другим окрой покажи И где их ждут подожди? Где настоящая жизнь? И где зимуют дожди? 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 Едва касаясь крыш, ты знаешь, что не спишь Светла прозрачно тишь, все выше ты летешь Еще один такой нерв нашего столкновения, допустим, с позиции Павла Педосова, ну не во всем, конечно То, что действительно я считаю, что мир лежит возле И, как ни странно, это открыл мне совершенно не я Вот даже я уверен, что это не я Так написано и в Англии, и в Библии И, в общем-то, мы подходим к тому, что если мы смотрим на творчество только с позиции мира и сего И в том моменте, в котором мы находимся, то мы как-то вынуждены все время бежать за этим поездом Вскакивать в выходящий самолет, все время как бы быть отстающим Моя позиция в том, что, на самом деле, легче формировать самим это будущее Вот, и есть такая позиция интересная Я сейчас просто, вот, благодаря интернету появилась у меня возможность, которой у меня раньше не было Смотреть все-таки мировое кино, известное, которое раньше я просто не смотрел Вот, у меня не было возможности Вдруг я вот сейчас могу взять и любой фильм бесплатно скачать пиратским способом Вот, ну, зато другие могут мои песни бесплатно послушать Ничего страшного в этом нет Вот, и я обнаружил, что действительно есть много всяких произведений, которые вот про время рассуждают Вот, недавно я посмотрел «Интерстеллер», кажется Вот, и вдруг я там увидел то, о чем говорит Даниил Сысоев в своих прогрессиях То, что я не совсем понимал, просто там зримый вот этот образ Дело в том, что человек живет во времени, да, мы так в этом зациклены, вот Что нам очень трудно выйти чуть-чуть за И вот творчество длиняет как раз в момент выхода за То есть оно не временное, но настоящее Это возможность выйти чуть-чуть из времени, остановиться, вот, как бы И чуть-чуть посмотреть на все со стороны Вот, вдруг выясняется в парадоксах времени то, что на самом деле настоящее Это не прошлое, а будущее Вот, часто, ну такой парадокс может быть И то, что мы сейчас делаем, это может быть то, что вот мы, будущее, для этого сделали, да И наоборот, вот такие странные вещи, вот, которые можно, опять же, в мировом киноматографе найти, Видите, вот, более очевидно Вот, я к тому, что, на самом деле, опять же, легче формировать будущее, да То есть это такой взаимопроцесс взаимосвязанный, вот Но чем, как бы, пытаться все время плестись за прошлым, вот, за этим отстающим агоном И вот то, что мы делаем, мне кажется, наша задача, вот, как я вижу, именно формировать это будущее Потому что, видимо, мы те будущие, как-то об этом уже знаем, и пытаясь этим мы, будущее, нам, этим вот настоящим помочь, вот Но, во всяком случае, я когда сталкиваюсь с тем, что меня не понимают, я, то есть для меня это очевидно, как дважды два Я как-то пытаюсь об этом рассказать, вот, для меня еще есть замечательный рассказ Лискова, который давным-давно знаю, всем рассказываю, про Левшу Вот, когда я увидел, то думаю, ну, вот, вот, англичане же рожи свои кирпичами не чистят Понимаете, мы чистим свои рожи кирпичами, они у нас не будут стрелять Вот, надо это как-то понять и использовать вот то, что у нас есть И я подхожу к творчеству с позиции христианской То есть я, почему я пришел в церковь, почему я, вот, удивляюсь, когда люди, вот сейчас, вот я сталкиваюсь с тем, что начинается расхристинизация тех людей творческих Которые вроде пришли, то есть мы вроде были близки, вдруг я смотрю, как-то все относятся к этому, как кружку дизайна и кройки шитья На самом деле это, вот, для меня жизнь, живая жизнь, это то, вот, чем, то, что можно вообще понять, в чем мы находимся Из позиции христианства то, в чем мы находимся, вот, на временном потоке, вот, это, то есть это какой-то маленький этап Огромным этапом будущего вечности Поэтому у нас есть огромная возможность, путем нашего творчества, как-то в эту вечность, как-то войти, вот, и как-то с ней уже сейчас жить, вот, то есть, вот, уже ощущаете какой-то, вот, свет, который, несомненно, совсем есть, вот, за этой Вот, с чем замечательно Россия, потому что здесь половина времени зима, вот, когда ты все умрешь и как-то об этом не задумываешься Зима – замечательное время, так, чтобы понять, что на самом деле это все, как бы, некий сон, иллюзия За этим все есть настоящий свет и настоящее лето, вот, и об этом многие поют Вот, и, в общем-то, вот, я вопрос, зачем я пою, отвечаю именно так, что я пытаюсь открыть вот это настоящее лето, которое, несомненно, есть, оно прорывается, вот, в творчестве, вот, в содержание Слышишься и наступает ли это в любой ситуации, вот, и чтобы людям, как-то, вот, поделиться и рассказать, что оно есть, и, как бы, порадоваться То, что, вот, Игорь сказал про игру, я вот это целиком принимаю, вот, но, я думаю, что должна быть и игра, и как-то, и желание что-то услышать Потому что, вот, творчество – это еще возможность найти каких-то единомышленников, и, вот, для меня, вот, именно просто послушать человека Очень важно, что человек хочет сказать, вот, так, кто следит за временем, уже надо заканчивать Ну, наверное, уже на песню не успеваю, если есть какие-то вопросы ко мне, можно их задать, если нет, то можно закончить первый круг Нет? А про следующую песню А? А про следующую песню? А? Ну, вот, песню уже во втором круге То, что уже, иначе, вот, давайте лучше оставим на второй круг, прием Пока, Дмитрий Студенов, это я, давайте сделаем небольшую